Привет, друзья! Сегодня у нас автомобиль, обзор которого я уже пытался несколько раз делать. В том числе у меня этот автомобиль был в аренде в Сочи, но по разным обстоятельствам я не стал делать обзор этих автомобилей, в том числе его непосредственного брата. Но мне попался интересный довольно-таки экземпляр с пробегом 187 тысяч километров. И уже мимо этого варианта я не мог пройти, чтобы обозрить его. И в том числе, чтобы у вас была явная картина и представление, как выглядит автомобиль на этом пробеге. И с какими проблемами столкнулись данные владельцы. И столкнулись ли они вообще с этими проблемами. Итак, у нас надзор МИСА-Стрейн. Nissan X-Trail в кузове ТЭК 32, третье поколение, уже построено на современной модульной платформе CMF. Это современная платформа альянса Renault-Nissan, на которой, по сути дела, построены все новые переднеприводные автомобили этого концерна. Единственное, стоит отметить, что Nissan X-Trail в третьем поколении уже отличается очень сильно от своих предшественников, которые были более такие кубообразные. И, можно сказать, имели слегка пенсионерный дизайн или дизайн в стиле «хочу быть похож на Long Cruiser». А здесь же уже более современный дизайн, который распространяется на современных кроссоверах. И с точки зрения потребителя, мне кажется, это более интересно. И автомобиль воспринимается более молодежно, современно и легче. Стоит отметить тот факт, что, конечно, некоторым владельцам Nissan X-Trail мне понравилось, что данный автомобиль разделяет не только платформу с Qashqai, но, по сути дела, очень сильно унифицирована с этой моделью и является большей степенью длиннобазной версии Nissan Qashqai. Но я не вижу здесь никаких проблем. Единственное, вам стоит уже выбрать с размером, как вам хочется, более короткий автомобиль, либо более длинный. Единственным моментом и загадкой для меня является определением класса этого автомобиля. Потому что, если Nissan Qashqai уже бесспорно это кроссовер гольф-класс, можно так сказать, то с Nissan X-Trail возникают небольшие определенности. Для меня он воспринимается все-таки как автомобиль, как и в ценовом диапазоне, так и в диапазоне силовых агрегатов и в размерах, как альтернатива, например, Audi Q3, BMW X1, Land Rover Evoque и, соответственно, Mercedes GLA. Но вы скажете, извини, есть Qashqai, который играет в этом классе и полностью его занимает. Но можно вспомнить, что, например, у BMW есть также X2, который все-таки больше соперничает с Qashqai, а вот как раз X-Trail все-таки больше соперничает с X1. Но, с другой стороны, по размеру можно посмотреть, что по архитектуре салона, по вместительности он может также соперничать и с более серьезными конкурентами, как Q5 и BMW X3. И здесь, конечно, вам решать, какой вам класс больше нравится. А с другой стороны, почему вас это должно заботить, если вам нравится этот автомобиль, да и какая разница, в каком он классе играет. Здесь больше важны потребительские качества и за сколько продают эти потребительские качества. Но раз мы осматриваем кузов этого автомобиля, давайте изучим проблемы, с которыми могут столкнуться владельцы. Как мы видим, пробег 187 тысяч километров не сильно отразился на автомобиле. Но здесь стоит акцентировать внимание, что почти всю жизнь автомобиль уже 4 года, в принципе, по автомобильным меркам довольно-таки молодой. Автомобиль мало того, что провел в одной семье, так и пробег его как минимум на одну тресть с расовой. Даже обкатка автомобиля проходила за границей и первые 10 тысяч километров автомобиль проехал по европейским дорогам. Помимо этого, автомобиль обслуживался только у официального дилера по заводским регламентам. С одной стороны, это неплохо, то что автомобиль регулярно проходил техническое обслуживание. И 15 тысяч километров, конечно, для трассового пробега, в принципе, нормально. Но при городской эксплуатации, конечно, желательно более частое техническое обслуживание. Но и также дилер не предлагает какого-то дополнительного обслуживания для отдельных агрегатов автомобиля для продления их срока службы. Если мы посмотрим на лакокрасочное покрытие, то, конечно, на полное его состояние через камеру не передастся. На самом деле, даже при близком рассмотрении, 187 тысяч километров не очень сильно отражается. Да, есть небольшие затертости. Естественно, некоторые детали уже по каске были перекрашены, но в большей своей сути автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие. Естественно, как и многие современные японские автомобили, Nissan также боится сколов на железных элементах. И желательно их сразу прикрывать, чтобы не образовывалась коррозия. И если мы посмотрим на капот данного автомобиля, то, в принципе, да, на нем есть сколы, но не сильно и не усыпан. Здесь стоит отметить, что первое время автомобиль ездил с пленкой на капоте. И единственное, что после 120 тысяч километров ее сняли из-за того, что имела невзрачный вид. То ли дилер наклеил дешевую пленку, то ли некачественно проклеил, то ли уже просто 120 тысяч километров настолько сильно отписка струлили ее, что пришлось удалить. И желательно, конечно, было наклеить новую пленку, но это не было сделано. И мы видим, что уже за 60 тысяч километров капот слегка осыпан сколами. Конечно, их не так много, но все-таки они уже присутствуют. Также от камней часто лопаются лобовые стекла на этом автомобиле. И этот автомобиль тоже не стал исключением. И получается, что мы не сможем оценить состояние лобового стекла на 180-70 тысяч километров, так как стекло здесь уже молодое. Но все-таки, несмотря на то, что автомобиль выглядит довольно-таки неплохо, и на расстоянии трех шагов он выглядит практически как новый, конечно, пробег отразился на деталях автомобиля. И это больше всего заметно на фарах, с которых уже пескоструй снял даже лак. Их желательно уже зашкурить и покрыть свежим лаком. Также на зеркалах. Зеркала очень сильно пескоструйные. И, конечно, они просят полировки, если на них вообще сохранился еще лак. Так вот, интересно, а что же вышло из строя и потребовало ремонта на этом автомобиле за этот пробег? Я бы вам хотел сказать ничего, но все-таки на этом автомобиле пришлось поменять примерно на 120 тысяч километров ступичные подшипники. Характерный ремонт к данному пробегу. И сейчас дилер при проведении следующего ТО рекомендует заменить рейку. Единственное, при движении не чувствуется никаких люфтов, не сопровождается какими-то дополнительными звуковыми эффектами и ударами. То есть, проводя время за рулем этого автомобиля, потребность замены рейки не чувствуется. Давайте посмотрим, что скрывается в качестве сердца данного автомобиля и пускает его в движение. Так как капот не оснащен гидропорами, что на самом деле меня расстраивает, так как, мне кажется, не такая дорогая деталь. В том числе, если учесть, даже в десятках были данные детали. Уж не стоит эта экономия на гидропорах по сравнению, сколько неудобств доставляют вот эти штырьки. И в качестве сердца нашего автомобиля выступает двухлитровый двигатель MR20, имеющий мощность 144 л.с., алюминиевый блок. Но давайте затронем всю линейку двигателей, которые имеет Nissan X-Trail в данном поколении. Лучше, наверное, начать с дизельной версии. Да, Nissan X-Trail в качестве, считаю, блага, имеет также модификацию с дизельным двигателем на российском рынке. Но абсурдность этой версии заключается в том, что дизельный двигатель объемом 1.6 литра агретируется только с механической шестиступенчатой коробкой передач. Конечно, к механической шестиступенчатой коробке передач особой претензии нет. Только единственное, что владельцы жалуются на сцепление и считают, что оно слишком чувствительное. То есть при легкой нагрузке появляется специфический запах, говорящий об износе дисков сцепления. Об остальном же коробке практически шестиступенчатой нареканий нет. Также можно сказать и про двигатель 1.6 дизельный, реношный двигатель R9M, который имеет чугунный блок и, в принципе, довольно надежный. Имеет хороший ресурс по нынешним временам, 300-400 тысяч километров он может прибежать. Стоит также отметить, что этот же двигатель устанавливается на Мерседесе. Так, на Мерседес С-класса устанавливается такой же двигатель 1.6 литра, дизельный, но, естественно, с другой коробкой передач. Странный еще момент в том, что на Ниссанах и Рено програтируются также и с вариатором JATCO, но почему-то на Ниссан X-Trail сделали такую комплектацию только с механической коробкой передач. Двигатель 1.6 Ниссан X-Trail используется только одна версия, мощностью 103 лошадиных сил. И, в принципе, конечно, чип тюнинга можно дочиповать его до более высоких мощностей, до 160, но стоит не забывать, что в заводской модификации 1.6 дизель, 103 лошадиных сил имеют одну турбину, а уже в версии 160 лошадиных сил система идет твин-турбо. В остальном же про дизельный двигатель можно сказать, что он довольно-таки надежный, но к 150 тысячам, как правило, вытягивается цепь. То есть к 150 тысячам стоит уже прислушиваться к цепи и, возможно, ее поменять. Из особенностей дизельного двигателя также отмечается, что быстро загрязнеет EGR и сажевый фильтр, но если вы машину эксплуатируете в городе, то это можно сказать практически про любой дизельный двигатель любого концерна. И желательно, конечно, время от времени машину вывозить на трассу и дать ей проехать на более динамичных нагрузках. Также, как и любой современный дизель, его стоит заправлять качественным топливом из-за капризных пьезофорсунок. Ну и стандартные проблемы, потекают прокладки и, соответственно, течет теплоприем. И оп, оп, что-то в танец мне это несло. Также представляет хейпер и запись ролика. Нет, но дальше для него дети отбиваются. В бензиновых модификациях тоже разброса большого нет. Это либо 2-литровый двигатель, который представлен на этом автомобиле, либо 2,5-литровый бензиновый двигатель QR25DE. Оба имеют алюминиевые блоки. Если поподробнее рассказать про данный двигатель, который представлен в нашем автомобиле, то здесь можно отметить, что на самом деле двигатель не совсем новый. Он имеет старую архитектуру. Использовался еще на предвестниках и на предыдущих поколениях X-Trail. И, в принципе, с какой стороны это благо. Вообще, бензиновые двигатели на Nissan X-Trail, в принципе, по современным меркам, довольно-таки надежные. В плане того, что они могут прибежать спокойно до 300 тысяч километров. Единственное, что требуется качественно их обслуживать, а, возможно, даже обслуживать более чаще и внимательнее, нежели чем предлагает завод-производитель. Отличает этот двигатель от своих предшественников модификации DE. То, что в модификации DD уже используется непосредственный впрыск в цилиндры. И появился второй фазорегулятор. Да, на этом двигателе уже фазорегуляторы как на впуск, так и на выпуск. Конечно, это все должно отражаться на экономичности, на мощностных показателях. Здесь мощность 144 л.с., но так или иначе, что данные добавления, как правило, снижают ресурсоспособность двигателя. Естественно, так как у нас здесь уже непосредственный впрыск, стоит обращать внимание на качество топлива. Причем не просто обращать, а очень внимательно к этому относиться, выбирать только хорошие заправки с сопроверенным качественным топливом. Потому что, как правило, форсунки на двигателе непосредственно впрыска очень капризные. Если они забиваются или повзникает у них проблема, то они добавляют очень большие неприятности. К 150 тысячам уже может появиться шум в цепи. Стоит обращать внимание и своевременно обслуживать дроссельную заслонку. Из-за ее загрязнения могут неправильно плавать обороты. И, соответственно, если вы послушаете работу этого двигателя, в том числе и послушайте его запуск на холодную. Послушайте, насколько в нем износилась цепь. Здесь слышны более повышенные обороты на холостом бобе. То есть, соответственно, нужно уже обратить внимание на дроссельную заслонку и ее почистить. У меня есть такое ощущение, что ее еще ни разу не чистили, потому что не уверен я, что официальный дилер будет предлагать данную процедуру. Также, если вы будете слушать работу двигателя, в том числе и на холодную, не путайте шум непосредственного впрыска с шумом цепи. Потому что, конечно, двигатель с непосредственным впрыском из-за своих особенностей имеет более повышенный уровень шума. Особенно, когда автомобиль заводится на холодную. И здесь нужно, естественно, лучше обратиться к проверенным мастерам, чтобы определить, шумит ли цепь на этом двигателе или нет. Ну и многие владельцы жалуются, что уже после пробега 180-200 тысяч километров у двигателя появляется масложор. Залегают маслосъемные кольца и здесь уже практически ничего не сделать. Многие, конечно, и я рекомендую менять масло чаще, чем предлагает производитель. При городском пробеге это лучше делать раз хотя бы 7,5-8 тысяч километров. Естественно, в какой-то степени это скажется, но, в принципе, судя по форуму, не устраняет это проблемы и риски масложора. Я бы, на самом деле, обратил внимание владельцев этих двигателей на температуру работы двигателей и срабатывание термостата. Несмотря на то, что в некоторых каталогах заявляют, что 2-литровые 2,5 литра имеют рабочую температуру 90 градусов, стоит, конечно, все-таки присмотреться через электронные системы, в том числе и тот же лаунж должен показать, на каких температурах работает двигатель. Возможно, так как многие производители заставляют современные двигатели в городе, в пробках работать на довольно повышенных температурах до 105 градусов. И понятно, конечно, это сказывается и на производительности и качестве масла. Естественно, меняя чаще масло, мы тем самым снижаем риск закоксовывания. Но в том числе, если, например, мы принудительно снизим температуру до 90 градусов, то это также скажется благом на внутренних деталях двигателях и на закоксованность. Я не изучал эту проблему в Nissan. Возможно, уже кто-то это делал. Поделитесь опытом, будет интересно. В принципе, больше претензий к этому двигателю нет. И также некоторой положительной стороной является то, что контрактные двигатели, особенно в версии DE, недорогие. То есть в районе 30 тысяч можно купить версию DE, а DD, по-моему, стоит в районе 50-80 тысяч рублей. И некоторые владельцы даже не заморачиваются их ремонтом, просто меняют на новые. Сейчас пробег на этом двигателе 187 тысяч километров. В принципе, я не могу сказать, что он чувствует себя плохо. Другой же двигатель 2,5 литра, QR25. Не надо путать его с другим V-образным двигателем. QR25, который представлен на других моделях Nissan, в том числе Nissan Tiano переднеприводной модификации, которая обладает очень довольно хорошей энергоресурсной способностью. Ну, и в принципе, QR25, не сказать, что плох двигатель. Конечно, ресурс в 300 тысяч километров можно говорить, что маленький либо большой, но, мне кажется, по современным меркам это, в принципе, неплохо. То есть в гарантийный период, в период использования первых 10 лет, как правило, не должен быть серьезных проблем с этим двигателем. Блок в нем тоже алюминиевый, но он пришел на X-Trail уже без особо каких-то изменений, с распределительным впрыском, что с одной точки зрения хорошо, у него были простые форсунки, он меньше чувствительный к топливу, только с одним моментом, что из-за расположения катализаторов все равно нужно очень внимательно относиться к топливу, чтобы не попасть на некачественный бензин, из-за которого может разрушиться сетка катализатора. Двигатель у нас алюминиевый, как вы поняли, и, конечно, крошка катализатора, которая может попасть в цилиндр двигателя, приведет к износу стенок цилиндра и преждевременем задир. Также на этом двигателе периодически нужно чистить топливные форсунки и, естественно, дроссельную заслонку, прислушиваться его к цепи после 150 тысяч, но многие уже мастера также рекомендуют к 150 тысяч цепи уже поменять принудительно, чтобы не было более серьезных проблем. Двигатель 2.5 уже более капризен к морозам и начинает неадекватно, либо плохо заводиться при низких температурах. Также может течь, в том числе, крышка клапанов и масляный поддон, но благо многие утверждают, что это требует минимальных затрат. Из менее надежных деталей в 2.5-литровом двигателе отмечается это фазорегулятор, термостат и масляный насос. С фазорегуляторами понятно, что здесь нужно во всех двигателях любой марки обращать особое внимание, соответственно, они очень боятся закоксованности двигателя, то вот масляный насос, конечно, здесь какая-то уже получается изюминка именно этого двигателя, потому что на многих двигателях масляный насос служит полностью свой срок, кроме, наверное, 3-литрового дизеля Уллендровера, где при то периодичностью 60 или 90 тысяч рекомендуют каждый раз менять масляный насос. Больше негативной информации про этот двигатель у меня нет, если вы обладаете более какой-то интересной информацией, пишите, будет интересно дополненную свой кругозор, и в том числе и зрителям. А если говорить про коробки передач, которые агретируются в бензиновый двигатель, то здесь два варианта. Это либо механическая 6-ступенческая коробка передач, которая агретируется только с 2-литровой модификацией бензинового двигателя, соответственно, как я говорил, и с дизельной версией, либо вариатор JATCO, который агретируется как и с 2-литровым вариантом, и с 2,5-литровым. Вариатор JATCO GF-016E, который достался X-Trail, в принципе, довольно-таки молодой и имеет уже более интересное управление с другими предшественниками. По надежности он, в принципе, неплох, он может спокойно проехать до 200, даже чуть больше километров, без особого ремонта. Единственное, если вы хотите продлить ему срок службы, то, конечно, стоит менять масло, желательно каждые 40-60 тысяч километров, чтобы удалять все продукты из носа, в том числе и ремня, и также рекомендую на 150 тысяч километров уже принудительно поменять ремень, чтобы не пострадали другие детали коробки при его износе, либо обрыве. В остальном, практически претензий нет, и, в принципе, считается, что вариатор довольно-таки неплох, в том числе он имитирует переключение передач. Также стоит следить за сальниками, как и двигателя, так и вариатора, потому что при уходе масла из-за коробки передач, а так как эта версия лишена щупа для проверки как качественного масла, так и его уровня. Если вы не заметите, как уйдет масло, это, соответственно, снизит ресурс коробки. Как я уже упомянул, что данный автомобиль проходил все техническое обслуживание официального дилера, который не предлагал проведения дополнительных ТО. И, как уверяют владельцы автомобиля, на коробке передач до сих пор родное масло, что на самом деле для вариаторов довольно-таки плохой момент. Но здесь есть один момент, то, что владельцы этого автомобиля не являются такими активными водителями, и поэтому вариант не испытывал каких-то дополнительных нагрузок. На нем не съезжали на бездорожье. Заезды на бордюр, пробуксовку колес, переход со скользкого покрытия на твердое с более высоким коэффициентом трения. А так как это все производит нагрузку на ремень, на детали вариатора, владельцы, как я сказал, не используют его как драйверска, а спокойно на нем ездят и используют его как путешествие, так и для повседневной, умеренной, спокойной езды. И, конечно, то, что некоторые агрегаты не вышли на этом автомобиле из строя, в том числе и заслуга более умеренной эксплуатации этого автомобиля. Они пытаются выжать из него все соки. На автомобиле, как я уже сказал, двухлитровый двигатель, и многие владельцы недовольны мощностными двигателями, и на X-Trail говорят, что двигатель довольно-таки слабоват, то владельцев полностью устраивает этот двигатель, и они даже не жалеют, что не купили более мощную версию. Давайте посмотрим, что у нас в салоне. И, как мы видим, салон у нас довольно-таки светлый, вернее, недовольный-таки, а именно светлый. Владельцы автомобиля именно хотели такую комплектацию с светлым салоном, в хорошем насыщении, с панорамной крышей, с функциями помощи, активными, в том числе и пассивными. И давайте посмотрим состояние салона при пробеге 187 тысяч километров. Как мы видим, в ближайшее время дотейлинг на автомобиле не делали, салон не чистили, и мы можем посмотреть состояние. Мы видим, что, в принципе, владельцы довольно-таки опрятные, несмотря на пробег, салон выглядит довольно-таки хорошо. Да, он просит чистку. Как мы видим, кожа, либо покрытие под кожей требует небольшой чистки, но я думаю, даже легкими домашними гаражными средствами это можно сделать. Сиденье не сильно вытерлось, то есть мы видим здесь небольшие, то есть это полосы оттенки джинс, либо легкая вытерка, вытирание кожи. Швы ниток абсолютно целые. Да, здесь есть небольшие изломы, но если мы посмотрим на состояние сидений при пробеге 100 тысяч километров, то некоторые сидения даже тканевые имеют больше изломов, чем, например, данное сидение на пробеге 187 тысяч километров. И, как мы видим, также подушка не сильно промята и не растянулась, что довольно-таки хорошо. Единственный момент, конечно, по боковинам, то мы можем видеть, что это либо уже отслоение краски, так как это пластик, я не думаю, что это грязь. Это, скорее всего, уже краска начинает потихонечку вытираться и отходить от черной основы. Подлокотник, кстати, в неплохом, хорошем состоянии для данного пробега. А вот руль, конечно, у нас довольно-таки сильно истерся, так как контакт на нем постоянный. Руль, конечно, уже выдает пробег. Хотя, по своему опыту, я могу сказать, что вот эти светлые рули вытираются на многих автомобилях и уже при 100 тысячах могут появляться первые такие вот островки выхода цвета и строя. Кстати, если мы посмотрим на фактуру руля, то фактура руля в довольно-таки хорошем состоянии. Это не отполированный руль, не заточенный. И если, например, мы сейчас отдадим какую-нибудь хорошую мастерскую и покрасим его качественной краской, то салону придаст довольно-таки освежающий вид и уже пробег явно не будет заметен на этом автомобиле. По остальным элементам салона пробег определить невозможно. Все в хорошем состоянии. Единственное, стоит отметить, что если мы посмотрим на материал, из которого изготовлен салон, то из мягкого пластика здесь изготовлены только определенные элементы передней панели, то есть, например, верхняя часть, вот эта вот боковая часть из мягкого пластика, и все остальное уже идет жесткое. То есть, как делают многие производители в недорогих брендах, можно так сказать, более доступных автомобилях, они делают мягкие материалы только там, где касается рука. Здесь мы меньше трогаем рукой, здесь уже жесткий, звонкий пластик, здесь уже жесткий, звонкий пластик, здесь мягкий пластик на карте двери, а вот здесь уже идет жесткий, звонкий пластик. При этом могу сказать, что внешний так жесткий пластик никак не выделяется по сравнению с мягким, и издалека смотрится довольно-таки все, можно так сказать, а-ля в примеральном состоянии. Правопомерный автомобиль, который мы брали на прокат в Сочи в прошлом году, и обзор которого я не стал делать, он был на тканевом салоне, и здесь для меня является удивительной частью то, что, например, вот эти вот накладки декоративные на дверях ничем не отличаются от базовой версии, на которой мы ездили. Также и сделана центральная консоль из гладкого черного глянцевого пластика. Единственной точки зрения, что здесь мы видим систему более продвинутую, с экраном, с навигацией. Единственное, конечно, качество экрана, конечно, заставляет желать лучшего. Как я уже говорил, уже отмечается, что передняя камера передает слегка расплычатый вид из-за посеченности самого элемента. По архитектуре, в принципе, без претензий. То есть мы видим, что салон, можно сказать, более-менее современный. В стилистике Nissan и Infiniti, например, по сравнению Nissan Tiana, кнопки подогрева сидений расположены более-менее удобно. Более-менее удобно для передних пассажиров, потому что если бы задний диван был опционно оснащен подогревом заднего сидения, что также есть в некоторых комплектациях у X-Trail, то кнопка подогрева была бы одна и располагалась, по-моему, в этой части. И здесь, конечно, неудобно. Приходится задним пассажирам все время просить включать задний подогрев. Может быть, для скорпулезного, педантичного человека это плюс, чтобы кто-то случайно не включал его подогрев на заднем сидении, его машины. Но для пассажиров на заднем сидении это будет, конечно, существенный минус. И, как мы видим, здесь есть кнопки управления полным приводом, по которым мы можем либо принудительно оставить передний привод, а так как здесь подключаем передний привод в обычном режиме автомобиля все время передний приводный, и задний привод только подключается при буксовке передних колес за счет электромагнитной муфты. Также выбираем автоматический режим, где будут подключаться задние колеса, либо принудительно подключить задний привод. Но, как мы понимаем, его мы будем использовать только на бездорожье, Чтобы не перегрелась муфта, по обычной дороге лучше, наверное, этого не делать И, естественно, кнопка спуска с горы В основном больше здесь внедорожных качеств в автомобиле нет И представляет собой обычный городской автомобиль А что нужно ещё к городскому паркетнику? Впереди сидеть довольно-таки удобно Стоит, наверное, только отметить, что в рестайлинговой версии Есть небольшие изменения в центральной панели Но больший элемент, который мне действительно нравится Что в обновлённой версии слегка усечённый руль У неё более такой интересный дизайн И смотрится он более красиво Не знаю, насколько удобнее пользоваться усечённым рулём Но смотрится это всё красивее Теперь давайте пересядем на задний ряд сидений И посмотрим, насколько там удобно Либо нет в этом автомобиле этого класса Единственное, что стоит отмечать Я не понимаю вот этой экономии Но неужели действительно экономия на автоматическом режиме стеклоподъёмников Даёт какой-то большой существенный эффект В плане стоимости автомобиля Конечно, я ошибаюсь Если по смете разбираться То, возможно, на миллионе выпущенных X-Trail Экономия на стеклоподъёмниках составит определённую конкретную сумму Но вот эта экономия на конкретном автомобиле Конечно, чуть-чуть несуразна В принципе, если вы к этому не привыкли Вы и не почувствуете недостаток Но кто уже съездил на автомобилях с полным автоматом На всех стеклоподъёмках покажется чуть-чуть странным Как мы видим, здесь автоматический режим Использован только на водительской двери На водительском стекле Пошли посмотрим, что у нас сзади Вот как выглядит салон автомобиля с детским сиденьем И могу сказать, что для семьи рассматривать автомобиль В принципе, можно И он даже выигрывает у конкурентов В плане трансформации салона Более именитых конкурентов И более высокого класса А всё благодаря тому, что задний диван регулируется Посмотрите Я могу регулировать задний диван Либо вплотную То есть, это не максимальное положение Его можно подвинуть вплотную к передним сиденьям Увеличив тем самым объём и длину багажника Либо сделать себе комфортное состояние И как мы видим, что В принципе, при довольно-таки Более-менее вальяжном расположении пассажира Как мы видим, сиденье переднее отодвинут от педали На комфортное расстояние То мы никак не касаемся переднего сиденья И это большой плюс для автомобиля такого класса Да, в потолке у нас уже расстояние не так много И как мы видим, крыша здесь слегка дутая Но в остальном, по удобству расположения ног По отсутствию ясноты здесь удобно Здесь нельзя сказать, что это сиденье какое-то удобное Оно вычернутое Здесь нет каких-то серьёзных подформирований и боковых поддержек То есть в дороге, особенно в поворотах, придётся держаться Если вы гоняете на подобном автомобиле В остальном же здесь никаких недостатков я не испытываю А вот то, что наличие панорамной крыши, конечно, облегчает и обзор, и воздушность салона Особенно если вы ещё и страдаете клаустрофобией То панорамная крыша для вас будет очень большой плюс Посмотрим, что у нас в багажнике X-Trail оснащённая автоматическая крышка багажника В принципе, за 187 тысяч километров никаких нареканий к ней не было И перед нами предстаёт вот такая архитектура Некоторые ругаются на светлую крышку, на светлую шторку В принципе, даже говорят, что она присутствует и в сочетании с тёмными салонами И быстро пачкается Единственное, что также стоит отметить, что если бы, например, на этой машине был бы тёмный салон То многие бы элементы протёртости вы бы просто не увидели И салон на 187 тысяч именно в этом автомобиле Предстал бы практически в идеальном состоянии Чуть ли не как на новом автомобиле А вот к фишке X-Trail, а именно организации багажного отделения Потому что у него несколько имеет подполов Плюс дополнительные полки можно организовать таким вот образом Владельцы автомобиля как раз переводят их в минусы И в принципе, это они довольны, что имеется такая организация Что можно организовать такую полку здесь положить, что-то здесь положить Но из-за того, что нужны элементы крепления для этих полок То мы видим, что они выступают за границей арок И сильно сужают объём багажника А именно полезный объём, например, для расположения какой-нибудь широкой коробки Широкого предмета И этот основной минус, который проговаривают владельцы X-Trail Также, конечно, мы видим, что здесь пластиковые элементы Конечно, если бы при организации данных полок из более мягкого материала То здесь не хватало бы жёсткости Из-за того, что здесь много пластика Салон, конечно, вернее салон, багажник, конечно, пиучий в каком-то плане То есть издаёт своеобразные скрипы И, конечно, тактильно Вот эти пластиковые элементы, которые выполнены из жёсткого пластика Выглядят более дёшево, чем, например, хороший ворс Такого плана Если мы откроем подполье И посмотрим на запасное колесо То машина комплектуется либо запасным колесом Как на этом автомобиле С штампованным диском Либо докаткой Я ничего не вижу плохого в плане докатки Плюс она позволяет ещё снизить уровень пола Что увеличивает объём багажника Я вообще, на самом деле, не вижу смысла в полноценном запасном колесе Потому что, так или иначе, вы всё равно кладёте её просто в багажник Доезжайте до шамонтажа и ставите обратно А докатку и запасное колесо прячьте в нишу Не будете же в грязное колесо ставить, класть в нишу, чтобы её потом чистить Да и смысл ездить на разных дисках Когда на автомобиле литые колеса А здесь запаска и штампована Ещё один минус, которым говорят владельцы автомобиля Ниша с донкратом Донкрат находится в этой нише Тоже из пластикового элемента Который может поскрипывать И многие утверждают, что достав донкрат, его обратно тяжело засунуть И он начинает греметь Другие же более опытные владельцы поняли, что, чтобы легко было вынуть этот донкрат Его нужно слегка сжать А затем, когда вставили донкрат обратно, чтобы он не гремел Его нужно слегка рожать на открытие И он, получается, зажимается в этом отверстие, в этом пространстве, где он должен крепиться И тогда он никаких дополнительных звуков не издаёт Из дополнительных, но уже свойственных элементов в современном автомобиле Конечно, хорошо, что есть прикуриватель И можно здесь подключить какой-нибудь холодильник дорожный Либо что-то другое Очень удобно, когда в багажнике есть дополнительный прикуриватель В том числе и компрессор для накачки колес Закрываем багажник Как видите, приходится снимать в разных условиях И я уже автомобиль, по-моему, мне кажется, раза 3 или 4 Хоть как-то оцените это лайком или дизлайком А раз мы говорили о сколах автомобиля О том, что со временем сколы быстро ржавеют Также стоит и обратить внимание на другие элементы Например, как вы видите, что вот здесь вот декоративный элемент протёр краску И вот эти моменты свойственны для японских автомобилей И, соответственно, здесь появилась ржавчина И это желательно побыстрее убрать Соответственно, есть ещё один магнит Скольчик на крыше Как видим, тоже появился скольчик Начинает ржаветь Краска начинает вздуваться И это нужно срочно удалять И как-то закрывать и предотвращать коррозию А теперь поехали Посмотрим, какой автомобиль в движении на ходу Да, погода не радует Постоянно дождь Ну, что делать? Запускаем автомобиль Когда стоишь на стоянке В принципе, двигатель Шум от двигателя не напрягает И не особо давит на уши Сейчас чуть двигатель прогреем И поедем Также хотел дополнить По электронной системе К электронной системе данного автомобиля Есть тоже вопросы А именно к коншине Даже в гарантийный период На маленьких пробегах Некоторые владельцы Жалуются на автомобиль Говоря о том И описывая проблему Что время от времени Какие-то кнопки перестают работать Приезжают в сервис И вроде даже ничего не делают Но кнопки начинают заново работать И со временем Данная ситуация может усугубляться И на некоторых автомобилях Перепаивают на коншину До проблемного участка Слабая сторона, конечно, этого X-Trail Которая затронула этот автомобиль И довольно-таки неприятный На остальном фоне Как вы видите Камера абсолютно чистая Ее недавно помыли А фронтальное изображение Уже имеет такой мутный оттенок Что говорит нам о посещенности Самой камеры Возможно, это можно устранить полировкой А может быть, придется и менять камеру Но, с другой стороны, пока еще можно ездить и так Изображение вроде бы еще воспринимается И информация какая-то передается через эту камеру Сейчас мы проверим подвеску автомобиля Как она работает на неровности На ровной дороге Как он себя ведет на шоссе И загородных подубитых трассах И оценим его плавность хода Смотрите, есть еще один момент Который я не упомянул Например, мне уже не нравится Есть претензии небольшие к рулю К ее поведению он слегка такой синтетический Видно, что это электроусилитель руля А не гидроусилитель руля Еще есть один момент Что если у вас электроусилитель плохо работает Когда вы заводите автомобиль А через какое-то время начинает нормально работать То, возможно, нужно поменять аккумулятор Володец считает, что на этом автомобиле Аккумулятор отходит максимум 3-4 года И лучше его поменять Иначе какие-то электросистемы Начинают плохо работать В начале движения и при заведении автомобиля Здесь в этом автомобиле, кстати, есть что-то подобное Сейчас чуть меньше синтетика А когда заводил, реально руль очень насыщался Какое-то синтетическое Как будто какое-то сопротивление возникало в кручении Также руль отметился скрипом Сейчас мы попробуем проехаться на автомобиле Как раз проявить эти скрипы В движении, на которые жалуются многие владельцы Но вроде бы дилеры научились устранять этот момент Поехали! Смотрите, мы сейчас едем на участке Довольно-таки с плохим покрытием И я могу отметить, что автомобиль довольно тихо и проходит И комфортно На самом деле, как вы сейчас слышите Я даже слышу не больше шума, стук дождя машинного Нежели чем сам ход Именно жалуются на эту подвеску Даже не в плане того, что выходят из строя какие-то ее агрегаты А в плане того, что подвеска даже в исправном состоянии скрипит Возможно, сейчас заглушает скрип подвески шум воды Но даже на сухую погоду, без дождя, когда он ездил на этом автомобиле Я не слышал никаких дополнительных скрипов Может быть, автомобиль хорошо технически обслуживает И вовремя все устраняет Я вот сейчас поворачиваю рулем Скрипов тоже никаких не слышу То есть, если эта проблема была на этом автомобиле То ее, значит, уже устранили Подвеска тоже не докучает Кстати, на рестайлингом автомобиле все эти моменты с подвесками должны были уже устранить Здесь мы видим, что покрытие плохое И, как мы слышим, в салоне довольно-таки тихо Мы сейчас, конечно, поедем на скорости Послушаем, как арки себя ведут Мы видим, что какие-то элементы салона скрипят Здесь в том числе, в том числе детское сидение издает звуки И от этих звуков не избавится Естественно, да, вот смотрите, подвеска комфортная Мы проходим некоторые неровности И шумно работает подвеска, но без скрипов А жалуются именно на скрипы То есть, именно в этом автомобиле с пробегом 187 тысяч Какими-то скрипами салон не докучает То есть, мы сейчас едем реально по плохому покрытию И вроде все тихо, и даже руль, и багажник не скрипит Это хорошие моменты Кстати, я не обратил внимания на климат-контроль Очень многие владельцы до сих пор жалуются на климат-контроль В том, что мороз, не сказать, что неадекватно Он очень странно работает То есть, вы вставляете на разную температуру Обогрева в салоне, а работает он абсолютно одинаково Что на теплую, что на холодную Кому-то меняли по гарантии климата-контроля Большинству, как пишут, владельцы отказывают Вроде бы как заявляют об устранении проблемы Вернее, не заявляют об устранении проблемы Говорили, что проблемы вроде нет, и климат-контроль работает исправно Ну, так и есть Я спрашивал владельцев автомобиля Есть ли у них нарекания к работе климат-контроля Они сказали нет Стоит, кстати, обратить внимание Вот мы сейчас приезжаем неровности Скорее всего, здесь будет слегка подпрыгивать к капот Вот для меня было удивление Но я бы удивился, если бы, например, тоже не было японских автомобилей И не ездил бы я на других Вот на Даюся Камри тоже очень своеобразно был Закреплен капот То есть, ты к нему подходишь, и ты его можешь слегка пышать И на Ниссанах стрелил точно такая же проблема То есть, капот не жестко закрывается Его так слегка можно подергать в выкреплении Но к среднему движению Даже на кочках у меня нет каких-то особых претензий К этому автомобилю по шумоизоляции Для данной цены в данном классе Мне кажется, даже неплохо Вот мы, кстати, первые разгоны делаем И, конечно, двигатель с вариатором Имеет своеобразное ускорение Ты нажимаешь педаль газа Тахометр раскрутился Ускорение нулевое Ну, не нулевое, а маленькое По динамике, конечно, мне этого автомобиля не хватало И вроде бы садишься, и все нравится Но динамики двухлитровых двигателей с вариатором Реально Реально Огорчает И по этому причине, кстати Я не делал, не стал делать обзоры На автомобили, которые были в аренде И в том числе и Кашкай Потому что вроде бы все хорошо Вроде бы на низких скоростях неплохо едет Вроде бы по пробочкам все неплохо Но как только начинаешь нажимать газ Машина неактивно едет И докучает больше шум, чем движение Особенно очень странно Это именно повышение оборотов И отсутствие какой-то динамики Но Когда мы уходим на дорогу Развиваем определенные скорости Машина поддерживает вполне адекватный темп Вот смотрите, сейчас у нас, например, 100 км в час Обороты у нас довольно-таки низкие Вариатор действительно имитирует переключение передач Как мы видели, сейчас мы ехали на одной той же скорости Обороты упали с 3 до 2 И мы поддерживаем тот же темп Машина вполне нормально ведет себя Хорошо держит дорогу Сейчас будет поворот И скорее всего из-за передней приводности платформы Из-за ее свойств Из-за расположения двигателя Перед осью будут, скорее всего, сносы передней оси Кстати, когда нажимаешь на педаль газа Действительно идет такой небольшой подклад Вариатор реально старается имитировать переключение передач Что, в принципе, мне нравится Движение более-менее в повороте устойчивое Но, конечно, никуда от физики не денешься Двигатель расположили перед осью И, естественно, при более высоких скоростях Более серьезных поворотах, когда будешь их проходить Перед будет сносить Будет сносить не зад, а будет именно перед сносить И мне больше всего это бесит переднеприводных автомобилей Как я считаю, это довольно-таки опасный момент Даже за носом проще бороться, чем со сносом передней оси Вот у нас более острый поворот И чувствую, да, есть небольшие совмещения Передней оси в поворотах Как вы скажете, это все переднеприводные автомобили ездят И я бы тоже сказал бы так Если бы я, например, не ездил на переднеприводных автомобилях Например, от BMW Отличная динамика И действительно они добились того Что машина хорошо себя ведет И в том числе и в поворотах И на высокоскоростях И на скользком покрытии С точки зрения шумоизоляции У меня нет каких-то сильных претензий Для этого автомобиля Учитывая его класс и учитывая его еще и стоимость Кстати, упоминаю про полный привод автомобиля Я сказал, что именно в этой комплектации автомобиль полноприводный Хотя с этим двигателем Может быть в том числе и передним приводом И с механической коробкой передачи Стоит отметить, что в принципе К полному приводу особо претензий по надежности нет Претензии иногда возникают Претензии, проблемы Где-то при жгустом тысяче Могут разбиваться крестовины в кардане Что в принципе свойственно Многим новоприводным автомобилям Именно к этому пробегу В остальном же привод тоже довольно-таки надежный Но естественно мы понимаем Что если мы выйдем на серьезное бездорожье То с проходимостью на этом автомобиле Могут возникнуть проблемы В том числе и с перегревом вухты По вопросу о поведении автомобиля То помимо сноса передней оси В крутых поворотах на высоких скоростях Больше особых претензий к автомобилю Учитывая то, что это кроссовер, нет То есть умеренные сносы Умеренные наклоны Умеренные крены автомобиля Главное не забывать, что это кроссовер Конечно, если бы это был какой-то заряженный седан Либо КП, либо спорткара Был бы другой подход И другая оценка его управляемости Но для семейного кроссовера Я считаю, что его поведение на дороге Вполне однозначно и понятное И в принципе не провоцирующее В непонятном действии Неплохо, учитывая того, что здесь 187 тысяч километров пробега на этом автомобиле Подвеску еще ни разу не перебирали Хотя многие пишут, что 100 тысячам Уже необходимо перебрать переднюю подвеску А задняя уходит в районе 200 тысяч Да, но надо не забывать, что эта машина По большинству ездила по трассе У нее большой пробег именно по трассе Это нивелирует по отношению к городским пробегам Но все равно это очень хорошие показатели Конечно, я ждал, что состояние от автомобиля На таком пробеге было похуже, нежели чем явилось на самом деле И дорожных свойств Как я говорил, клиренс в районе 201 миллиметра До защиты двигателя Вполне приемлемые Неплохие свойства для автомобиля Для паркетника И по комфорту, и по управляемости Как именно баланс свойств Достойный для этого класса С ценой Я могу сказать, что это не самый плохой вариант По шумности подвески И вообще шумоизоляции в целом в этом автомобиле Она, конечно, не идеальна Слышны шумы от арок колес И причем больше шума возникает не от передних, а от задних арок То есть они, видимо, с передними поработали по шумоизоляции А с задними нет И здесь, конечно, как вариант Неплохо было бы еще дополнить шумоизоляцию арок задних колес Чтобы сделать салон тише В остальном же вполне приемлемый ход И учитывая то, что таких дорог все остается все меньше и меньше То в большинстве, в том числе и на трассе Можно только досаждать шумы ветра и встречного воздушного потока И также шум в арках колес от пескоструй, которые есть на дороге Друзья, вот так показал себе X-Trail на пробеге 187 тысяч километров Даже чуть больше Приближается к 188 И мне кажется, совсем неплохо Учитывая то, что с машиной практически ничего не делали И обслуживали ее только в официальном деле По поведению автомобиля Также, в принципе, для кроссоверов такого класса С одной стороны стандартно С другой стороны хороший баланс свойств автомобиля Потому что часто иногда производители Прибегая к улучшению определенных свойств Делают большие промахи в других противоположных свойств автомобиля И общий баланс выглядит как-то скудновато В этом автомобиле, в принципе, баланс неплохо Единственное, конечно, мне не нравится Все равно, как работает МДМ двухлитрового двигателя с вариатором А именно в начале разгона То есть на трассе в спокойном движении все неплохо А в моментах разгона очень вялый, скудный разгон Который докучает Также владельцы этих автомобилей еще ругаются Сравнивая их с конкурентами В том, что некоторые японские бренды и кроссоверы Например, как Mazda MX-5 и RAV4 На его фоне выглядят чуть лучше Но, наверное, стоит не забывать И ценовую политику этих компаний Она тоже отличается в данном сегменте кроссоверов За свои деньги, в принципе, неплохой аппарат И, в принципе, меня даже в каком-то плане удивил Я ожидал, что состояние автомобиля на данном пробеге Несмотря на то, что он протрассовый В определенной части будет хуже Автомобиль неплохо себя ведет И даже многие моменты, которые докучают других владельцев данной марки В этом автомобиле не проявились Что говорит о хорошем его техническом состоянии И все-таки владельцы вводят, получается, его в неплохой сервис Хотя, на самом деле, есть элементы Есть моменты, на которые стоит обратить внимание Как я говорил, здесь, по-моему, просится чистка дроссельной заслонки Это из того, что видно на первый взгляд Так что это был обзор на Nissan X-Trail в кузове Т32 Подписывайся Я тут недавно научился подписываться на канал И получил массу удовольствия И ролики стали по-другому смотреться А учитывая того, что этот автомобиль для обзора Я помыл раз пять, наверное, как минимум Из-за погодных условий Поставьте хотя бы лайк или дизлайк Тоже будет приятно Пока, до встречи